Ребята, всем привет! Я Лёха Колесников, профессионально занимаюсь рестайл-мотокроссом. И сегодня я хочу вам немного рассказать о своих мотоботах, в которых я выступаю, наверное, на большую часть своей спортивной карьеры. Альпинистарс Тэж 10. Почему именно эта модель? Почему именно эти мотоботы? Почему они мне так нравятся? Ну, во-первых, Альпинистарс Тэж 10, я считаю, что, наверное, это на сегодняшний день самые жесткие мотоботы, которые только есть, на всяком случае, из тех, которые я пробовал. Для фрестайл-мотокросса это необходимо с точки зрения, что мы постоянно плюкаемся на педали, возвращаясь к трюкам с огромной высоты, порядка 12-13 метров. Ударная нагрузка приличная, поэтому толщина подошвы позволяет выдержать всю эту компрессию, ну и, соответственно, жесткость самого сапога, который также усиливает внутренний сапожек, который есть внутри, да, как бы, придает дополнительной жесткости, и это, в принципе, необходимо. Помимо жесткости, еще одним из основных факторов является то, что внутри самой подошвы встроена титановая пластина, которая как раз и разгружает всю основную нагрузку, когда ноги падают на педали, и когда ты падаешь реально с огромной высоты, как говорит, самая-самая жесткая компрессия, это наши голеностопы и в целом там на ногу. Поэтому титановая пластина прямо в этой ступе. Следующий момент, который мне очень нравится, это их легкость, да, то есть, относительно любых других моделей, даже если взять тысяч 8, то есть, по моим ощущениям, я их никогда не взвешивал, но, по моим ощущениям, то есть, что здесь они реально легче, и когда мы делаем различные трюки, стойки на руках, перехлесты ногами в виде трюков, там, инди-нейр или какие-то комбинации во время саппи на зал, и это, как бы, тоже облегчает жизнь, потому что чем легче мы переносим свои ноги, тем меньше вероятности в том, что мы там зацепимся и так далее. Правильно расположены за застежки, да, то есть, в нашем случае, как бы, это очень важно, потому что есть ролевые трюки, где мы просовываем ноги через руль, цепляемся при кордове, при стриппере, бэкфлип кордового, да, то есть, чем меньше, чем меньше вот здесь вот пластика и различных там элементов, которыми можно за что-то зацепиться, тем лучше. Вот, что еще? Также мне очень нравится то, что нету огромных пластиковых нашлепок, вот здесь вот, да, как имеют многие другие, как бы, другие модели, пластиковые накладки, вот в эту вот область мысок, как бы, тоже очень важно чувствовать ножку передачи, важно для нас в особенности, почему? Я покажу, как бы, да, к примеру, на моем мотоцикле на ножке передач снизу наварены специальные такие шипчики, многие одевают специальные кабультики для того, чтобы делать комбинации во время сальто, когда ты делаешь, например, вращение с одной рукой или вращение без рук, что происходит? Вот, я толкаю мотоцикл, когда я нахожусь перед ногами, я вставляю под ножку передач, выжимаю его, выжимаю его и держать за ножку передач, как я бегу, я уже отпускаю там руки или делаю наклак или что-то еще, но если эти шипы не позволяют, как бы, да, под ногу выскочить, а то, если ты держишь достаточно сильно, и тонкость этого мыска, как раз, позволяет, как бы, чувствовать вот этот контакт с ножкой, ну, на все сто процентов, вот, но это, как бы, основные моменты, которые, которые нравятся мне для фристайла мотокросса, ну, и их стиль, удобство, да, то есть внутренний сапожок, который всегда можно вынуть, постирать, если он мокрый, и можно взять сухой, соседний, да, то есть, как бы, все проблем продолжить, как бы, наступление. Суперкруто выглядит, ничего лишнего на сегодняшний день, это те мотоподы, которые мне нравятся, и в которых мои энергии сто процентов защищены от всяких различных неприятных ситуаций, поэтому, я всем желаю правильно экипироваться, берегите себя, берегите свои энергии.